Доброе утро, Гаспартик! У кого тут ванны солнечные? А? У кого? У кого? У кого? У кого, солнышко? У Дяба, ты разговариваешь уже? Ребят, кстати, я не забыла по поводу распаковки. Все проголосовали за распаковку покупок из магазина вчера. Сделаем распаковку вечером, потому что утром неохота открывать коробочку. Блин, а как я это? Я же должна нацепить на себя. Приятного аппетита, пупсик. Вкусно? Манне, не бей, Гаспара, иди кушай. Ну, мать! Погода кайф, ребят. Манне, а тебе нравится мой макияж? Ты любишь косметику? Вот это все любишь, да? Любишь, да, косметику? Ребята, знаете, что самое трогательное? Когда меня не было здесь, я была на Мальдивах, Манне не приходила в эту комнату и не красилась. Она ждала меня. Ты го-го, да, ждала? Моя дая. Да, ты без меня не красишься, да? Моя красавица. Ну, все, ребят, на работу готовы. Сегодня у нас такой аппетит. Все лаванды. Хорошего дня. Ребят, макияж ученицам показалась, вернулась в свой кабинет. Ребята, смотрите, какой букет мне подарили, подарочек. Вот этот коллектив НЖД. Спасибо вам огромное, ребят. Надеюсь, что вы скоро выступите на празднике. Классно. Ребят, посмотрите, вот этот вот платочек для национальных танцев. Правда? Да, написано ГА. А где? А, вот. Тут мои инициалы. Ребят, посмотрите, какой подарок я нашла у себя в кабинете. Я вообще в шоке, что я бы не видел. Джо Фрейд, это очень известный бренд стиди шампуни. Смотрите, какой классный подарок. Какие офигенные бокалы. Крутые, да? Ты посмотришь мне, хочешь, будем сегодня оттуда пить. Воду, смотрите. Ну и плюс шампунь и кондер. Спасибо огромное. Очень часто меня спрашивают, что нужно сделать, чтобы коллектив работал лучше. Ответ прост. Почаще их подкармливать. Пойдемте. Ой, громко. Алина, ты не я смеялась, от того, что я привет. Идем на кухню. И делаем вот так. И все. Все работают прекрасно. Держи. Ура! Спасибо. Спасибо. Что открылось у нас в Никольской? Хачу шашлык. Посмотрите. Мой за козел, мой за костик. Ну что, ребята, у меня сегодня собрание с нашими колористами. Гарик отсутствует, потому что там в Ереване. Ваш настрой у нас... Что будет? Ваши ожидания есть какие-то? Спасибо. У нас колористы просто тот, кто класс. Для наших колористов мы обсуждаем самые быстрые укладки. Самые нереально крутые модели. Покажитесь модель, пожалуйста. Вам понравилось? Идеально. Спасибо большое. Решили погулять свежим воздухом. И после жаркого собрания вышли. Нам далеко не пришлось этим в самом центре Москвы. Сейчас по Узинам и домой. Так, да, вам не показалось. В целом, челка это очень удобно. Это безумно удобно. Почему ты такую челку подстриг мне? Потому что такое хотела. Сейчас мы идем кубаться. Ну что, ребят, пожалуй, начнем. И первая на очереди обувь от Ботека. Далее вот такие вот пакеты от Диор. Сейчас покажем, что внутри. В этом чехле у меня вот такой вот ремень. Очень красивый. Классный. Дай твой классический. Подо все подойдет. Идем дальше. И плюс тапочки. Честно, никогда бы не могла подумать, что буду покупать себе такие дорогие тапочки когда-нибудь в жизни. Но жизнь непредсказуема. Когда можешь позволить, почему отказывать? Сын такие классные. Ну и давайте посмотрим, что в этом огромном пакете. Сумка, которую я так давно хотела. Сейчас покажу. Она такая. Вот она, ребят. Безумно удобная. Классная. Можно и в дорогу сюда вещи, а Гаспарчик складывать. Вместительная. В целом такая пляжная. В общем, супер сумка. И показываю общий чек в Диор. За три позиции. И погнали. Блин, столько красивых коробок. Уже понятно, за что платишь деньги. Это очки. Да. Как вы и догадались, вот такие красивые. И я как сорока сразу все примерю. Идут, ребята? Дальше вот такая вот красивая коробочка. Открываем. Ой, что-то отлетело. Я-я-я. Давай, давай. Так. И здесь вот эта вот сумка. Самая нашумевшая сумка за последний год. Она очень стильная, классная. Думала, смогу без нее. Но нет, все-таки нужна для моих образов. Спасибо. Последний на очередь две коробки с обувью. Поехали. Это те самые-самые модные ботинки, ребят, с грубой подошвой. Вот, взяла белые и черные. Они безумные, стильные, красивые. Так и хотела. Так мечтала о них. Многих звучит странно фраза. Я так мечтала о них, потому что, типа, давно могла купить. Но их-то не было в наличии в моем размере. Помните, у меня 41 размер обуви. То мне было жалко на них деньги. То есть на себя. А тут я понимаю, что нужно периодически себя вознаграждать. И радовать. И мы еще сидим за ужином. И Султан говорит, го, ты могла бы представить, что можешь прийти потом в ЦУМ. Ну, в 2021 году, что потом сможешь когда-то прийти. И такая, ой, заверните мне эту, эту обувь, эту. И спокойно потратить огромную сумму денег на шопинг. Я говорю, наверное, нет. Но у абсолютно каждого человека есть такая трансформация. Уверен, что каждый из вас, кто смотрит сейчас мои сторис, 10 лет назад не мог себе позволить то, что вы можете позволить себе сейчас. Поэтому нужно всегда с радостью, с улыбкой вспоминать, с чего мы начинали. Радоваться тому, что есть. И всегда стремиться к лучшему и к большему. Дай бог каждому таких шопингов и любого шопинга. Если б я могла рассказать вам все, слез бы не хватало.